Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей. «Випарт» – клуб настоящих моделей. Соблюдение правил благоустройства, внешний вид и санитарное состояние строительных площадок. Эти вопросы по-прежнему были в центре внимания специалистов управления муниципального контроля. Один из выявленных фактов – свалки строительного мусора в районе Восточного рынка. Собственника предупредили об ответственности и дали срок для наведения порядка на земельном участке. Мусор обещали вывезти и забор поправить. Город готовится к новогодним праздникам. Всем хозяевам стоит обратить внимание на свои участки и привести их в порядок, чтобы город встречал Новый год во всей красе. На этой неделе продолжили практику уроков безопасности в анапских школах. Специалисты управления муниципального контроля рассказывают учащимся о правилах поведения вблизи строеплощадок. В преддверии новогодних каникул новый школьный предмет особенно актуален. На улице Горького развернулась рождественская ярмарка. Продукты питания, сельхозпродукция, мандарины как главный атрибут праздника. Выставка ярмарка подделок народных умельцев и елочный базар. До конца года улица Горького – один большой праздник – подготовки к Новому году. В Анапе на этой неделе провели заключительное в этом году выездное заседание антинаркотической комиссии. Подвели итоги уходящего года и обсудили важные направления работы – профилактику и борьбу с распространением наркотических веществ. Самые гибкие спортсменки в самом красивом виде спорта доказывали на ковре. Они достойны звания лучших. В Анапе прошли соревнования по художественной гимнастике на Кубу главы города. Юные спортсменки приехали на открытое первенство по художественной гимнастике из разных городов края. Свои команды представили Краснодар, Тимрюк, Геленджик, Новороссийск, Тамань и, конечно, Анапа. 17 декабря в день святой великомученицы Варвары в селе Варваровка светили храм. После торжественной службы в возведенном храмовом комплексе верующие православные и христиане прошли крестным ходом. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Незаконные постройки пойдут под снос. 10 строений будут демонтированы в Анапе по решению Межведомственной административной комиссии. Новогодние каникулы без происшествий. Правила безопасности и профилактическую работу в этом направлении обсудили на Совете безопасности. Повышение качества услуги образования в курортной сфере – залог развития курорта. Очередная победа. Активисты города-курорта получили дипломы о новом качестве образования. И сейчас обо всем подробнее. 10 дней капитальных строений будут демонтированы в Анапе по решению Межведомственной административной комиссии. Факты самовольной установки объектов были выявлены специалистами управления муниципального контроля. На каждом незаконно установленном объекте после решения комиссии были наклеены информационные письма. Сроки демонтажа были опубликованы в СМИ. Несмотря на то, что правообладатели большинства объектов не установлены, в хуторе «Утаж» возле ярмарки «Казачий стан» деревянные торговые ряды кто-то убрал срок до приезда муниципального контроля. А вот демонтажу лотков на улице Черноморска в станице Благовещенской пришлось подключиться сотрудникам администрации сельского округа. Специалисты управления муниципального контроля демонтировали в курортном селе Суко два объекта. Торговый павильон с медом, который принадлежал казачьему обществу «Курень Ореховой» и киоск «Услуги связи». Такая же участь ждет еще шесть объектов, если собственники сами не уберут ни капитальные строения с муниципальной земли в установленный срок. Глава города провел расширенное заседание антитеррористической комиссии Постоянно действующего Совета по безопасности. Главная тема – обсуждение безопасность предстоящих новогодних и рождественских праздников. Сергей Сергеев потребовал от руководителей всех городских служб и представителей силовых структур принять исчерпывающие меры, чтобы анапчане и гости курорта провели каникулы спокойно и комфортно. В уходящем году была проделана большая работа по укреплению правопорядка и повышению эффективности антитеррористических мероприятий. Тем не менее, к любой ситуации надо быть постоянно готовыми и противостоять попыткам дестабилизировать положение, а это возможно лишь объединив усилия. В своем послании 4 декабря текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал четкую характеристику времени и условиям, в которых мы с вами сегодня живем. Были названы сложные задачи, которые сегодня стоят перед нами, особенно в сфере национальной безопасности. Дестабилизировать ситуацию пытаются антироссийские силы. Им очень не нравится то, что мы имеем сегодня. Основной наш фактор – это сплоченность общества в государстве. Им очень не нравится то, что мы сегодня движемся вперед. И то, что в стране есть, еще раз повторюсь, единение и самое главное – солидарность. Солидарность общества проявляется и в вопросах противодействия преступным проявлениям. За последнее время простые граждане стали выражать готовность помогать власти бороться с террористами. Уже практически все понимают, что насколько бы сильны не были сегодня силовые структуры, самостоятельно с этой угрозой они справиться не смогут. Только поддержка общества, поддержка каждого гражданина, проживающего на той или иной территории. Важность обсуждаемого на совбезе вопроса, несомненно, для Анапы, как города-курорта, безопасной жителей и гостей – задача приоритетная. Рассматривать ее необходимо комплексно, не только с точки зрения обеспечения правопорядка, но и создания условий для бесперебойной работы всех коммунальных систем и объектов. Новогодние каникулы на курорте пройдут насыщенные многолюдно торжества в городе и сельских округах, массовые мероприятия на сценических площадках и в здравницах Анапы, праздничное богослужение в храмах. И запоминающимися они должны стать только с положительной стороны. С 28 декабря по 12 января личный состав полиции курорта будет переведен на усиленный режим работы. Об этом доложил заместитель начальника отдела МВД России по городу Анапа Андрей Раб. В целях обеспечения правопорядка и безопасности в период проведения новогодних рождественских мероприятий в отделе МВД по городу Анапе утвержден и выполняется комплекс организационных и практических мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. План согласован с администрацией. На период подготовки празднования Нового года Рождества Христова будет задействовано 170 сотрудников, 120 представителей общественных организаций. Будет использовано 20 металлодетекторов. На случай осложнения обстановки ежедневно будет создан резерв в количестве 20 сотрудников одной единицы транспорта. Глава курорта потребовал не ограничиваться только лишь проверкой транспорта, а дополнительно провести четкий инструктаж водителей, задействованных в перевозке детей, и тщательно проводить их медобследование. Обеспечение пожарной безопасности в период новогодних праздников – еще одна важная задача. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности города-курорта Борис Чичкало рассказал о контрольных мероприятиях, призванных исключить пожары во время проведения массовых праздников. Так во всех учреждениях культуры и развлекательных заведениях проходят проверки, и если выявляют нарушения в обеспечении пожарной безопасности, контроль сохраняют до полного их устранения. Хотелось бы несколько советов дать конкретных, что необходимо делать, когда готовишься к празднованию Нового года и рождественских праздников. А именно, ну это, во-первых, места установки елок и их, будем говорить, наряжание. Запрещается наряжать елки сгораемыми игрушками, горючими материалами, и применять не сертифицированные гирлянды. Особое внимание хотелось бы обратить на применение пиротехнических изделий. Здесь рекомендации более настойчивые, которые необходимо выполнять. А именно, приобретать эти пиротехнические изделия просто запрещается и опасно для жизни в местах, не отведенных для этой цели, то есть специализированные магазины. При приобретении пиротехнических изделий покупатель должен потребовать у продавца сертификат на пиротехническое изделие, а также для каждого пиротехнического изделия должна быть инструкция по его применению на русском языке. Категорически запрещается применять пиротехнические изделия в закрытых помещениях. Никаких фейерверков, никаких петард, никаких, будем говорить, огненных дождей. Заместитель главы Анапы Владимир Забураев доложил, сформированы аварийные бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием для проведения экстренных аварийных работ. В санитарной очистке Анапы будет задействовано 28 единиц спецтранспорта. На случай неблагоприятных погодных условий предусмотрено выделение дополнительных сил и техники. Проблема модернизации энергохозяйства Анапы, планы на будущий год по укреплению надежности энергоснабжения курорта, об этом шла речь на пресс-конференции директора филиала Кубани-Нерго Юго-Западные электрические сети Дмитрия Головаха. В зону обслуживания филиала Кубани-Нерго Юго-Западные электрические сети входят подстанции и высоковольтные линии 35-110 кВ, обеспечивающие энергоснабжением сельские округа Анапы. Директор предприятия Дмитрий Головаха рассказал о комплексе мероприятий, которые способствовали укреплению надежности энергоснабжения населенных пунктов города-курорта в 2014 году. На каждой из этих подстанций заменены трансформаторы за 5 мегавольт ампер на 40 мегавольт ампер, то есть мы увеличили трансформаторную мощность. Также была выполнена реконструкция сети 110 от подстанции Бужора. Это основной центр питания 220, который обеспечивает электроэнергию уже и нашей подстанции, и у нас в целом. Увеличена трансформаторная мощность на подстанции Пионерская. Это автостанция 35 на 10, которая, в принципе, обеспечивает электроэнергию поселок Витязева. И можно сказать, что, наверное, и этим летом, которое было, и прошлым летом, уже верных отключений, которые были в прошлые года, они не наблюдали системы Кубан-Энерго. Поэтому ситуация меняется в лучшую сторону. Кубан-Энерго по всем вопросам тесно сотрудничает с администрацией муниципального образования. Совместно по инициативе городских властей провели большую работу по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Недобросовестных потребителей много, и из-за них страдают другие жители курорта. Дополнительная нагрузка на сети в конечном итоге приводит к сбоям в энергоснабжении. В ходе рейдовых мероприятий выявляли факты несанкционированного подключения к электрическим сетям, установку счетчиков с функцией контроля разрешенной мощности. Сейчас мы нашли общий подход к этому вопросу администрации города Анапы. Кстати, необходимо сказать им огромное спасибо за ту помощь, которую они оказывают, и то содействие, и наши плотворные встречи, которые проходят у нас. Реализация инвестиционных программ энергетиков также идет в соответствии с общей стратегией развития курорта. Кубан Энерго старается связать свои планы строительства и реконструкции энергообъектов Анапского района с развитием жилищного строительства и курортной зоны Анапы и прилегающих сельских населенных пунктов. Для присоединения новых потребителей ведется строительство комплектных трансформаторных подстанций и линий электропередачи. С учетом этого бурного развития, в компании принято решение, и сейчас уже эти трансформаторы меняются на 40. То есть уже один трансформатор в работе, два трансформатора стоят на подстанции, и я думаю, что в первом квартале 2015 года эти трансформаторы будут в работе. В октябре в Анапе открылся Центр обслуживания клиентов юго-западного филиала Кубан Энерго. Жители Анапского района в одном месте могут решить практически все вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса, оформить документы на технологическое присоединение, получить дополнительные услуги, подать жалобу или обращение, оплатить квитанции. Для обеспечения надежного энергоснабжения в Кубан Энерго на 2015 год запланирован ряд мероприятий. Реконструкции подстанции и распределительной сети, строительство новых трансформаторных подстанций и воздушных линий. Филиал прикладывает всевозможные усилия для того, чтобы свести к минимуму возникающие проблемы. Станица Гостогаевская – пилотная площадка для создания агротуров. Запуск трех новых объектов – винного и тепличного комплексов и рыболовного хозяйства – запланирован к началу будущего курортного сезона. Идея создать агротуру на курорте возникла год назад. Во время отдыха в сельском местности туристы живут в деревенских домах, знакомятся с местной культурой и обычаями, участвуют в сельхозработах, ухаживают за животными. Многие отдыхающие в Анапу приезжают не в первый раз. Нужны новые туристические объекты. Городские власти приняли решение создать уникальную агротуру из трех объектов показа – растеневодческий, животноводческий и винодельческий. Один из трех агротуров будет в станице Гастагаевской. Заместитель главы Александр Колесников лично проверил, как проходит подготовка. Первый маршрут – рыболовецкая деревня. Здесь расскажут о бытии и традициях кубанского казака. Гостям предложат выловить пруду рыбу, где из нее тут же на месте можно будет сварить уху. На втором объекте туристы смогут посмотреть, как выращивают кубанские фрукты и овощи, и понаблюдать за животными. Совмещенно мы покажем теплицы, овощи открытого грунта, будут рассказывать, как произрастают в условиях нашего климата те или иные фрукты и овощи. И также могут люди посмотреть на животных сельскохозяйственных, покормить, может быть, поучаствовать в каких-то интерактивах, подоить козу. Учитывая, что ежегодно туристические компании более миллионов билетов продают на посещение различных туров, я уверен, что это будет актуально для нашего региона. Третьим объектом показа станут виноградники. Туристам покажут мастер-классы по изготовлению вина, желающие продегустируют полученный напиток из ягод, которые здесь же и растут. Агротуры создают, чтобы отдыхающие на курорте еще больше заинтересовались достопримечательностями Кубани, ее историей, культурой и обычаями. Открытие сельских туристических маршрутов в тестовом режиме планируется в начале курортного сезона 2015 года. Форсайт с санатором курортной отрасли обсудили в Анапе на ежегодном собрании. В конференции участвовали представители предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса и учебных заведений, где готовят специалистов для работы в этой отрасли. Обсудили и новые стратегии развития отрасли. Подробности далее. Представители Министерства курортов и туризма совместно с сотрудниками филиала Сочинского государственного университета провели конференцию «Прорыв санаторно-курортной и туристической сферы». Программа конференции насыщена. Круглый стол, доклады, результаты исследований. Вопрос развития туризма всегда актуален. В обсуждении приняло участие более ста человек. Доктора наук, профессора, представители федеральных органов власти, руководители гостиничных предприятий, турфирм и учебных заведений. Те, кто готов озвучить серьезные и важные задачи, проблемы и пути их решения. Два раза в год проводят конференции, на которых встречается вместе наука, власть и бизнес. К сожалению, так сложилось, что бизнес сам по себе работает. Власть пытается осуществлять некоторые мероприятия, не всегда согласовывая с бизнесом. И, возможно, наука также где-то в стороне находится. А именно на таких конференциях вот эти три стороны встречаются вместе и начинают общаться, начинают двигаться навстречу друг другу. Это дает хороший эффект синергии, то есть объединения энергии. Получается замечательный результат в итоге. Татьяна Салеева отметила важность такого общения. Именно на конференции вырабатывается единая позиция по развитию курортов. Как стать более конкурентноспособными и эффективно использовать постолимпийское наследие. Был дан хороший толчок туризму благодаря международным спортивным мероприятиям. Анапа с ее санаторно-курортными комплексами и возможностью сочетания лечения и отдыха достаточно сильный конкурент. 68% российских граждан по-прежнему выбирает пляжный отдых. Конечно, Анапа с ее золотыми песками, с пляжами, с теплым морем, конечно, всегда будет востребована. Что касается летнего сезона, понятно, что семейный детский отдых, он сам себя окупает и востребован. Но что касается загрузки в зимний период, тут, конечно, необходимо приложить усилия. Какие-то яркие события, конгрессные, фестивальные, какие-то мероприятия, события, которые позволят привлечь в межсезонье, в зимний сезон дополнительно гостей из других городов и регионов. В Анапу все больше едет туристов. Для гостей курорта создают новые увлекательные экскурсии. Кубань в этом году заняла первое место, где наши соотечественники решили провести летние месяцы. К сожалению, в 2013 году был очень неблагоприятный туристский баланс. Из России выезжало порядка 28 миллионов туристов на отдых на зарубежные курорты. А с туристскими целями приезжало всего около 3 миллионов туристов в Россию. Поэтому мы сейчас получили шанс вернуть наших туристов на наши курорты. Но надо не просто вернуть, надо их и удержать. Наши курорты становятся курортами мирового уровня, подчеркнули на конференции. Именно благодаря участию студентов в наших проектах мы получаем новые идеи, какие-то креативные, смелые решения. А ребята, в свою очередь, получают тот самый опыт, те самые знания, которые, возможно, они не получат в рамках учебников, в рамках учебного процесса. И не зря наша конференция называется научно-практическая, что именно практические аспекты помогают больше осваиваться и использовать наши результаты вообще в обычной жизни, в нашем бизнесе, в нашей сфере. По итогам каждой конференции составляется резолюция. Подробно записываются принятые пути решения, вырабатываются совместные действия, чтобы добиться общего результата. Очередная победа с подтверждением. Активисты города-курорта получили дипломы о новом качестве образования. Торжественная церемония вручения диплома прошла в Московском государственном университете имени Михаила Шолохова. Общественники, руководители и активисты ТОС снова сели за парту. В группе 40 человек. Повышение квалификации – это прежде всего новые знания, новые общения, новый опыт, повышение уровня знаний по основам управленческой деятельности и компьютерной грамотности. Это уже не первый опыт филиала организации обучения общественников. Мы рады тому, что мы сотрудничаем с администрацией. Рады тому, что наши ТОСовцы, что наши общественники учатся. Мы восхищаемся им, что они помимо общественной работы еще успевают учиться. ТОС является важнейшим связующим звеном между населением и властью. Каждый житель, участвующий в организации общественного самоуправления, является значимым человеком в жизни города. Организовав эти курсы, мы почувствовали себя просто на высоком уровне, потому что нам преподавали и профессора, и очень молодые преподаватели. Они очень грамотно, очень доступно, терпеливо все рассказывали. Все мы в возрасте не очень молодом, но тем не менее мы почувствовали, что мы очень значимы, что нам хочется жить дальше, творить и украшать наш город Анапу. Студенты признались, хочется постигать новое, тем более учиться никогда не поздно. Был бы ученик готов, а учитель найдется. Интересный возраст, второе дыхание открывается, жить становится вкусно. Сослан Тиблоев разучивает новые, более сложные программы на компьютере. В наше время, независимо от возраста, все должны уметь пользоваться и работать на компьютере. Без этого уровень в сегодняшнем современном мире будет недостаточно любого возраста человека, особенно молодым. В любом возрасте очень интересно ощутить себя хотя бы на несколько месяцев студентам. Вручение документов об окончании обучения прошло в теплой дружеской обстановке, но при этом с учетом правил делового этикета и торжественности момента. По доброй традиции выпускники сделали общее фото на память. В преддверии Нового года каждый из них сделал себе подарок, получил документы об образовании. Поэтому я думаю, что очень достойное завершение 2014 года и хороший подарок себе на Новый год. Елена Некрасова поблагодарила общественников за успешное окончание курсов. Если ТОСовцам понадобится организовать конференцию, круглый стол, двери университета для них всегда открыты. На этой неделе она приняла слет пионеров, посвященный 70-й годовщине Победы. С 1998 года действует Краевая пионерская организация. На 17-м городском слете командиры пионерских отрядов отчитались о проделанной работе. Если раньше пионеры боролись за высокое качество знаний, собирали металлолом, высаживали пионерские сады и парки, то в современном мире их обязанностей в разы больше. На 17-м городском слете командиры пионерских отрядов отчитались о проделанной работе. Согласно плану работы пионерской организации имени Алексея Петровича Моресева проводили следующие мероприятия. Акции память, уход за памятником Кати Соловьяновой, акции забота, оказание посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда, еженедельные трудовые десантры в микрорайонной школы, ежедневная уборка в пришкольной территории, акция «Доброе сердце», поздравление ветеранов и детей инвалидов с праздниками, благотворительная ярмарка «Вместе поможем детям». По работе и достижениям, наградам и желанию сделать жизнь интересной складывается мнение, что год прожит насыщенный. Слёт пионеров города стал поистине традиционным событием. Ряды кубанских пионеров пополнились. В пионеры принято 84 учащихся галстуки современных пионеров трёхцветные в цвет флага Кубани. Красные остались в советском прошлом. Пионером становится тот, кто продумал, тот, кто захотел и тот, кто настроен на серьёзную, самостоятельную, взрослую жизнь. Вот это всё помогает, вот эти все детские организации, они помогают воспитывать детям лидера. А лидеры в наше время, ох, как нужны. Пионеров нового тысячелетия пришли поздравить ветераны. Отряды наградили грамотами и подарками к Новому году. Ребята, вступая в ряды пионеров, перед лицом своих товарищей торжественно обещают горячо любить и беречь свою родину, и всегда выполнять законы пионеров. Василию 11 лет, он активист и больше всего любит совершать добрые поступки. Этот слёт для него особенный. В этом году его приняли в пионеры. Радостное расстояние. Как будто хочется прыгнуть и сказать, ура, я пионер. Пионер должен быть самостоятельный, делать добрые дела и ничего не делать плохого. Он должен быть полностью уверен во всём, что он делает. Много работы было проделано за год пионерами нашего города. Ребята принимали активное участие не только в жизни школы, но и были участниками районных и областных конкурсов. Каждому классу есть кем и чем гордиться. Мы ездили, убирали памятники неизвестному солдату. Мы фотографировались тоже возле памятников. Потом мы ездили возлагать венки. Волнительно, торжественно, значимо и с гордостью повязали сегодня галстуки пионеры. Их лица, счастливые улыбки, смущение – всё это говорит о гордости и особом отношении к жизни. Они по-прежнему всегда готовы. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Воскресенье 21 декабря в Анапе малооблачно, днём возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём плюс 10-12 градусов, ночью до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнёров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Приятных вам выходных. Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнёр программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Тёплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Алиса» – клуб настоящих моделей. 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 «Алиса» – клуб настоящих моделей.